Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о домашних животных Зооакадемии и я, ее ведущая, Елена Скрыпник. Сегодня мы с вами поговорим на очень деликатную и важную тему. Беременность и роды домашних собак. С большим удовольствием представляю гостей нашей студии. Это ветеринарный врач ветеринарного центра Купчина Динара Орефьева. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Очень рада вас видеть. И Галина Константиновна Ковалевская с прекрасной собакой. Галина Константиновна, представьте, пожалуйста, эту девочку. Здравствуйте. Тайга. Тайга, поднимись, моя девочка, ну поздоровайся. Ну не хочет, потом она сядет. Это тайга, западно-сибирская лайка, ей три года, уже мамочка. Так, мамочка, хорошо. Скажите, сколько у нее было щенков? Щеночков было пять, у нас было мальчиков, и одна была девочка. Такая же беленькая, красавица. Я представляю, сколько у вас в семье было радости с появлением щенков. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Вот случилась связка, да? Да. С замечательным, красивым кобелем. И вот мы все в ожидании, да? И думаем, беременна, не беременна собака. Вот скажите, пожалуйста, как определить беременность? Вот как вы определились? Вы знаете, действительно были не, в общем-то, такие у нас сомнения даже были. Да. Во всяком случае. Подала голос. Первые две недели никаких абсолютно признаков. Тот же аппетит, то же поведение, все совершенно обычное. Вот. И мы, в общем-то, ну совершенно действительно не знали, есть или нет. Случилось или не случилось. Случилось или не случилось, да. Вот. И только уже где-то после трех недель, вот так, после этого, значит, это произошло 30 ноября, 30 ноября. И вот через три недельки, значит, у нее немножко в сторону, так вот в бока она начала расширяться, расширяться так слегка. Вот. Я в это время как раз была в Москве и все время звоню мужу, я говорю, ну как, она беременна? Не знаю, говорит. Бог ее знает, говорит, беременна, не беременна. И вот у нас это все время вот как-то так было. Но когда я приехала из Москвы, это был конец вот декабря, я, конечно, ее увидела, я говорю, слушай, ну никаких сомнений. Это безусловно. Там уже срок, конечно, был уже такой. Это уже был почти месяц, почти. Но тем не менее, мы все равно как-то вот все колебались. Вот. И мы сделали рентген. Вот. И, конечно, на рентгене у нас, правда, там 5 у нас получилось только малышей, а радиоз 6. Девочку не увидели, наверное. Да, наверное, маленькая. Спряталась. Она достаточно маленькая где-то спряталась. Вот. Так что последняя неделя только вот уже так реально. Аппетит все равно был очень средний. Все время обычный такой аппетит. Смело непонятно? Первой неделе непонятно? Вообще непонятно. Первой неделе совершенно непонятно было. Вот. То есть только практически, вот я говорю, под самый конец. Динара, вот тогда к вам вопрос. Какие существуют методы диагностики беременности? Значит, одни из самых таких вот, ну, передовых технологий, это, конечно же, УЗИ диагностика. Но, к сожалению, вся диагностика, она проводится уже, когда подходит вторая половина беременности. То есть это спустя 3 недели. Вот. Ну, тут уже, в принципе, владельцы сами обращают внимание на то, что, во-первых, собака начинает, у нее повышенный аппетит. Но тайга у нас исключение, конечно же, из правил. Повышается чаще всего аппетит. Иногда бывает, маленькие собачки страдают токсикозом беременных. То есть они, наоборот, могут отказываться от еды. Вялые, апатичные. Это там, в принципе, по ирокширским интерьерам обычно сразу говорят, что там, ага, беременная. Вот. Это, естественно, УЗИ диагностика. Ее начинают проводить где-то с 25 дня уже, после первой вязки. Вот. Также на более последних сроках, то есть это, допустим, где-то, ну, недель может быть 5, вот так, 5 недель уже можно сделать рентген. И там уже на рентгене можно практически точно сказать количество щенков. Но ни одна диагностика не даст точного количества, ну, никогда не скажет, сколько щенков будет точно. Ни УЗИ, ни рентген. Так как у собаки они являются многоплодными животными, то есть у них сразу, если рождается ни один, ни два, да, а чаще всего это начиная от минимум 3 и заканчивая у некоторых даже 8 щенков бывает. То есть, естественно, они там друг за дружку могут спрятаться, и поэтому можно не увидеть. То есть мы в итоге, когда уже будем принимать щенков, вот тогда мы увидим, сколько... Это сюрприз. Это будет тайно. Тем более определить пол щенка там на УЗИ или на рентгене. Это, наверное, очень сложно. Тоже, естественно, нельзя. Вот. Допустим, перед вязкой существует, ну, опять же, бывает основная сложность, это то, что некоторые собаки не могут забеременеть, да. Перед вязкой тогда уже проводится несколько тестов. Там берут и тесты на овуляцию, когда несколько раз там пытаются оплодотворить самку, и в результате потомства нет, и, естественно, уже начинается... Владелец начинает думать, да, и что для этого нужно сделать. Там берутся мазки из лагалища, тесты на овуляцию, дается кровь на гормоны, там куча всяких исследований. Ну, то есть, в принципе, точно так же, как и у человека. Вот, и сейчас, в последнее время, так как у нас очень много стало животных, очень много популярных пород, естественно, очень много стало заводчиков, то, естественно, и в том числе и скрытые инфекции очень часто распространены сейчас у животных. Вот так происходит. Ну, вот Айга у нас это, все это у нее прошло мимо нее, слава богу, так что вот так вот. Скажите, пожалуйста, вот сколько длится беременность? Беременность в среднем длится где-то 56-64 дня. То есть нельзя точно сказать, что там все, 60 дней собака у вас родит, потому что все бывают по-разному. В среднем это, конечно, 56-59-60 дней, но некоторые собаки даже до 68 ходят. Все очень индивидуально. Да. Итак, мы удостоверились, что наша собачка беременна, что впереди нас ждет много радости. Но вместе с этим возникает много вопросов. И один из них предлагаю нам сейчас посмотреть. С собакой я провожу очень много времени. Мы ее дрессировали, гуляли с ней. А вот теперь она беременна, и хотелось бы задать вопрос. Какой рацион для нее теперь, и как с ней теперь выгуливать? Выгуливать часто, не часто? Может быть, уже стоит ограничить какие-то выгулы? Может быть, и наоборот дальше ей воздухом дать подышать? Так что вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос. Вот такой вопрос, отвечайте. Держать собаку дома или все-таки выгуливать? Вопрос очень легкий и очень элементарный. Ну, естественно, собаку нужно гулять, и много надо гулять. Чем больше, тем лучше. Потому что ей совершенно это не тяжело. Она гуляла до самого последнего момента. То есть буквально, ну, только вот уже день, вот когда у нее были, произошли роды, вот тут вот немножко уже начался такой сбой какой-то. То есть она часто очень стала проситься на улицу, верно, уже давила ее туда. Это верные признаки, да? Верный признак, да, да. Скоро наступят роды. Вот, а так до этого, совершенно как обычная здоровая собака, мы с ней гуляем очень много, три раза в день, по часу, вот. Питание тоже практически, ну, больше, конечно, мы добавляли, естественно, свежих фруктов. Ну, питание, я думаю, это будет даже отдельный вопрос. Да, да. То есть гулять можно? Абсолютно, и нужно. И нужно. Динара, что вы дополните? Я абсолютно согласна с Галиной Константиновной в том, что собаке нужно двигаться. Естественно, чем она будет больше двигаться, тем лучше пройдут ее роды. Основное заблуждение владельцев, это в том, что они закрывают свою собаку в четырех стенах, а это бедненькая, а это несчастненькая, значит, оберегают. Да, теперь тебе нельзя так гулять, и все вот дрессировки все прикрываются. Естественно, так делать абсолютно нельзя. То есть собака должна вести такой же активный образ жизни, как и раньше. Естественно, что там нежелательно, чтобы были какие-то беги с препятствиями, то есть особо сильная физическая нагрузка тоже нежелательно, чтобы производили животным. Вот, а так, в принципе, особых каких-то ограничений таких вот нет в прогулках. Хорошо, тогда смотрим следующий вопрос, он тоже касается прогулок. Здравствуйте, у меня вот какой вопрос. Дело в том, что у нас есть собака. Мы ее очень сильно любим, и честненько с ней выезжаем на природу. Особенно мы любим это делать по весне. Вот, но существует одна небольшая проблема, это клещ. И раньше, выезжая на природу, мы как-то пытались следить за нашей собачкой. Естественно, мы обрабатывали всякими химсредствами ее, ну, продавали специальные, насколько вы понимаете, насколько вы знаете. Вот, следующий вопрос. Дело в том, что собака сейчас у нас беременная. Вот можно ли ее, собственно говоря, обрабатывать этими средствами? Скажите, пожалуйста. Очень ждем вашего ответа. Спасибо. Что скажете? Нет, конечно, обрабатывать животное нужно, потому что, во-первых, блохи и клещи являются переносчиками многих страшных заболеваний. Вот, и для того, чтобы будущая мама не заразилась ими, и, естественно, не передались какие-то заболевания щенкам, и дай бог, чтобы все роды прошли, да, хорошо, и у нас были здоровые щеночки, естественно, животных нужно обрабатывать. Для... лучше всего использовать спрей, вот, который можно использовать в дальнейшем для новорожденных щеночков. Вот, название его, я не знаю, можно или нельзя, фронтлайн. Вот, достаточно хорошее, эффективное средство, наносится на животное в виде спрей, и, повторяюсь, обрабатывать можно в том числе новорожденных щенков. То есть, несмотря на то, что это химия, обрабатывать можно? Да, не можно, а даже нужно. Галина Константиновна, а вы что скажете? Вы обрабатывали? Ну, конечно, ну, у нас, к нашему, наверное, счастью, значит, нам не надо обрабатывать, потому что у нас вообще у лаек всегда зимой роды происходят. И вся эта беременность, и роды всё зимой, клещей нет. Вот, а когда мы поедем вот в деревню, то, естественно, мы её будем обрабатывать обязательно, это само собой. То есть можно успокоить телезрителей и сказать, что всё в порядке, обрабатывать смело? Обрабатывать стоит. Единственное, что надо смотреть, чтобы не было противопоказаний, беременная и кормящая сука. Читать инструкцию. Да, читать, как всегда, инструкцию. Конечно. Хорошо. Ну и следующий вопрос. Питание. Ведь в период беременности, скорее всего, нужны дополнительные минералы, витамины. Вот расскажите поподробнее, пожалуйста. Как вы кормили витамин? Ну, во-первых, благодаря постоянному контакту с нашим любимым, уважаемым врачом, вот, естественно, мы много очень витаминов дополнительных давали, свежих в основном, там и зелень в суп там крошили. То есть вы не специализированным кормом кормите? Нет, у нас, я приверженец, да, обычного нормального питания. Вот, мясо, рыба, вот, так сказать, яйцо там добавляли иногда, вот, и побольше зелени. Она и морковку у нас сырую ест, и капусту сырую ест, и яблоко сырую ест. Съядная собака. Все, абсолютно. Охотник, это же настоящий охотник. Когда я ей крашу что-то в суп, у меня все там летит так под стол понемножку, вот, и поэтому, и творог, конечно, творог, естественно, обязательно, вот, молоко, творог, чтобы кальций, все это было. Скажите, но это ведь требует столько сил кормить натуральным питанием? А как же, ну, когда ты берешь животное, уже заранее ты знаешь, готовишься к тому, что ты будешь отдавать ему время, силы свои, вот, это естественно. Вот, поэтому мы к этому были готовы, и на беременность мы шли осознанно. Вот, так и хотели. Беременность была запланирована. Динарочка, вы скажите, если телезрители кормят специализированным кормом, нужно им подкармливать как-то еще дополнительно свою собаку? Ну, во-первых, Галина Константиновна умолчала о тот момент, что они давали витамины минеральной подкормки. Именно в необходимых дозировках, именно для беременных собак. Это во-первых. Те, кто кормит собаку кормами, естественно, желательно перейти на корм для щенков. То есть, допустим, если мы берем собаку мелкой породы, да, вернемся к нашим любимым юркширским интерьерам. Допустим, это собака мелкой породы, значит, перейти на корм именно для щенков мелких пород. Что касаемо там средних, естественно, для щенков средних пород и так далее идет градация. То есть, в первую очередь, рекомендуется перевести на корм для щенков, потому что там содержится большее количество витаминов и минеральных добавок, что очень хорошо влияет на развитие будущего потомства. Вот, в принципе, если переходят на корм, то дополнительных каких-то подкормок мы уже не рекомендуем к тому времени. То есть, там все уже есть. Да, единственное, что для маленьких собачек... Вот. Да, да, тебя не касается, зайка. Ложись, ложись, ложись. Вот, для маленьких собачек у них есть определенная болезнь, так называемая послеродовая клампсия. То есть, это... Чем это сопровождается? Да, значит, там болезнь проявляется судорогами у собак. То есть, у них изначально может просто быть учащенное дыхание, потом могут быть и судороги в том числе. В первую очередь, это связано с нехваткой кальция в их организме. Естественно, если вы видите подобные симптомы, не нужно тянуть, а нужно собаку быстренько везти к ветеринарному врачу. Поэтому, к сожалению, для маленьких собачек в последнее время мы рекомендуем, чтобы они еще дополнительно кальция давали вовнутрь, именно в период беременности. Галина Константиновна, скажите, а что ей нравилось есть больше всего? Во время беременности? Да, во время беременности. Ну, вы знаете, у нее... Она не капризничала? Нет, она особенно не капризничала, но вообще-то так и была немножко, да, разборчива. Вот, ну, мясо у нас это на первом месте. Это мясная душа, конечно. Вот, а так особенно, ну, сухарики, конечно, это всегда мы любим побаловаться иногда. Вот, так обычно, я говорю, обычная еда каши, утром каши у нас всегда, а в обед уже вот с мясом что-то такое. Ну, молодец, не капризничала. Вам было попроще в этом плане? Нет, ну, просто мы относимся к собаке, так, знаете, нормально. Член семьи? Нет, безусловно, член семьи. Ну, не так, что нужно уже носиться. Конечно. Вот сейчас перейдем к вопросу здоровья, но прежде давайте посмотрим, у нас еще один вопрос есть. У меня есть собачка, и она готовится к роду, у нее щеночки будут, и вот меня так интересует вопрос, как мне дальше поддерживать ее иммунитет, здоровье, потому что я слышала, что часто ослабленная, вот у меня у знакомых тоже собачек рожал, она болела даже после этого. Вот, как мне поддерживать ее иммунитет? Как поддерживать иммунитет? Нет. Что касаемо инфекционных болезней, да, естественно, в период беременности, в период кормления, когда собака кормит, естественно, иммунитет у животного снижается. И чем лучше иммунитет у мамы, соответственно, тем лучше будет иммунитет у щенков. Но иммунитет напрямую зависит от питания. Мы можем так сказать? Да, да, во-первых, правильное питание – это залог изначально уже здоровья, потому что правильно кормить, проблем никаких нет. Что касаемо, допустим, что касаемо вакцинации, то, естественно, есть определенный план вакцинации, это защита от вирусных инфекций. Его следует придерживаться. Если вдруг получается так, что плановая вакцинация приходится на момент планируемой беременности, естественно, лучше сделать ее заранее, чтобы щенки уже родились с иммунитетом от основных вирусных инфекций. Очень часто почему-то владельцы упускают этот момент, говорят, да, у нас там еще времени, целая куча вообще. И в результате, естественно, у щенков более слабый иммунитет. Что касаемо также обработки против глистов, потому что период, да, перед беременностью рекомендуется сделать вакцинацию, если она попадает, повторяясь, на период беременности. Это первый момент. И второй момент – это, естественно, протравить глистов, потому что очень часто через плацентарный барьер проходят глисты. И таким образом мама может заразить свое потомство этими глистами. То есть правильное питание, необходимые прививки и всеми раку. Ну, допустим, что могу сказать по поводу тайги, то перед ее планируемой беременностью, где-то, по-моему, месяца за два, мы ее завакцинировали, и мы, естественно, дали таблетки от глистов. То, в принципе, очень недавно приходил ее щеночек на вакцинацию, вот, очень хорошенький такой уже. Здоровый парень. Три с половиной килограмма весит, да, уже пол тайги, можно сказать. То есть, в принципе, все вот без проблем. Ну, вот теперь мы подходим к самому важному событию – роды. Вот скажите, правда ли, что если роды проходят нормально, то нам стоит лишь поддерживать морально нашу собаку и принимать новорожденных? Ну, в нашем случае так оно и было. Так оно и было? Расскажите, пожалуйста. Мне никто не звонил. Правда, вас не беспокоили? Нет, нет, не беспокоили. Вот. Ну, все, она начала бегать, немножко так вот чувствуется собака. Суетиться, искать себе место, что-то подрывать лапами, знаете, как вот они роют себе. Да, моя девочка. Вот. И это продолжалось вот так вот несколько часов. Я, к сожалению, первая, так сказать, вот первого не видела первенца, как он появился, потому что была, так сказать, в гостях. Но муж мне позвонил, значит, первый появился. Вот. А уже вот всех последующих детей пять я уже всех видела. Ну, вот. Ну, будем так говорить, собака справилась совсем отлично. Пищала немножко и визжала она только вот при первом. Все. Остальные абсолютно даже и звуками не произнесла. То есть она совсем справлялась сама? Сама все делала, абсолютно все. Сама все себе там перекусывала, сама все вылизывала, каждого щенка, сама все съедала, все, что полагается ей съесть. Все, что заложено природой. Все, что заложено природой. Ну, это, конечно, так. Она все осуществила, абсолютно. Я единственная у нее каждого, когда она вот его очистила уже от этого, так сказать, в чем он находился, да, пленочки, но вот я у нее брала и откладывала отдельно на пеленочку в коробочку, чтобы ей, так сказать, не мешать, что следующее. Чтобы ей было легче. Да, и все. А так абсолютно справилось все на пятерку. Ну, а если что-то не так, я думаю, что нужно просто вызывать ветеринарного врача. Ну, во-первых, обычно, когда собака беременная, да, вязка запланированная, все, обычно владельцы собаки тогда ищут ветеринарного врача, с которым можно связаться в любой экстренный момент. То есть находятся под наблюдением. Да, да. Во-первых, они курируются во время беременности и уже, естественно, договариваются с ветеринарным врачом непосредственно уже о родах. Ну, вот у меня был случай, я была года два, по-моему, назад, уже не помню. Я давно на родах, почему-то давно не ездила, все сами рожают. Это хорошо. Да, это хорошо. Где-то два года назад я была на родах у достаточно крупной собаки, это южно-африканский бурбуль. Были первые роды. Я на родах находилась, ну, если не соврать вам, часов восемь, наверное. Началось все это, естественно, обычно роды протекают ночью. Началось все это ночью, мне позвонили в 12 часов. Я приехала к ним и ушла от них где-то в районе 7-8 часов утра. Она ни одного щенка не родила сама. Каждого щенка приходилось стимулировать, чтобы она его рожала. Я не знаю, с чем это связано, но вот вроде крупная собака должна была все сделать сама. Нет, буквально каждый щенок появлялся благодаря моим рукам, и все. То есть если роды начались, нужно, чтобы где-то рядом лежал телефон ветеринара. Да, либо ветеринарного врача находят сами владельцы собаки, да, ну, уже за... Обычно роды собаки начинают рожать где-то в 2,5-3 года. Вот плановая беременность, она где-то именно в такой момент наступает, желает, это самый такой рекомендуемый возраст. Вот. И, естественно, к этому времени уже складываются какие-то отношения с ветеринарным врачом. Вот. А что касаемо, там, заводчиков тех же самых, они тоже самое могут порекомендовать, там, сказать, вот мы вам отдали щеночка, значит, вот есть ветеринарный врач, она приедет на роды, и все там, если что. Даже кесарево сечение делают в домашних условиях. Конечно, так нежелательно, но бывают такие экстренные случаи, когда это проводится дома. Ну, вообще, в последнее время я почему-то обратила тенденцию, у меня вот мало кто, ну, вот, да, там и кесарево мало кому делаем. То есть, и на дом редко, когда на роды сейчас выезжают. Вот. Но, к сожалению, почему-то собаки разучились рожать сами. Я не знаю, почему. Я не знаю. Как вы думаете, как вы, Галина Константиновна? Может, мы слишком о них заботимся и уже так очеловечили? Думаю, что да. Потому что я когда мужу говорила, я говорю, что вот, надо позвонить, там, нашему любимому врачу, значит, все, он так. И даже и не думай. У нас нормальная собака. Она все сделает сама. Говорит, не переживай, все сделает сама абсолютно. Вот. Я думаю, что да. Я думаю, что да. А потом вот эти декоративные породы, это же все, в общем-то, выведено все это искусственное, все эти. И поэтому, мне кажется, сложнее. А это же естественно. Тайга молодец. Тайга молодец. Тайга настоящая мать. Да. Скажите, пожалуйста, как вы ухаживали вот за тайгой после родов? Как она ела? Ну, я могу сказать, что это было... Что-то изменилось? Это уже было настолько другой вариант совершенно. То есть тайга, она, вы знаете, такого вот за всю ее трехлетнюю жизнь такого не было, чтобы она вот сметала все. Вот абсолютно все. Понимаете? Вот, да. То есть они из нее действительно, ну, соки все тянули. То есть миски были гораздо больше, и питание было где-то чуть ли не 4, а то иногда, может быть, и пятый раз я что-то ей давала. Понимаете? То есть если ночью она кормит, я просыпалась ночью, я давала ей молока дополнительно, обязательно миску. Вот. То есть это такое усиленное питание? Очень усиленное было питание. Очень. Каждый день творог. На рынок через день. На рынок мы ездили через день. Вас, наверное, на рынке встречали с радостью уже. Ага, для тайги и творог. Да-да-да, конечно. Да-да. Так что это... А гулянка тут наоборот. То есть гулянка у нас вот первые, во всяком случае, неделю была буквально по 5 минут. Они очень переживают за щенков, как читала. И стреляют, и вернутся домой. Это такое... То есть она с криками вылетала на улицу, просто с криками. Она садилась буквально на ближайший загон, этот газон, вот, и мчалась с криками назад. Как бы чего ни случилось. Так переживаю. Они, конечно, волнуются, что у них могут забрать щенков, они могут прийти, а там никого и нет. Ну, это первая неделя. Это первая неделя. А потом уже, наверное, она... А потом уже, да, спокойно. Потом уже всё спокойнее и спокойнее. Но всё равно она хорошая мама была. Конечно. Конечно. Динара, что Вы дополните? Вот что нужно ещё предусмотреть вот в послеродовый период? Во-первых, увеличить рацион. Во-вторых, смотреть, как уже мы говорили ранее, это чтобы не попадало в организм щеночков какие-то аллергические продукты, которые могут вызвать аллергию. Вот. Это второй такой момент. И в-третьих, конечно, продолжать давать витамины и минеральные добавки. Вот. Это самое такое основное. А так наблюдать и всё. Иногда бывает, что щенки... Вроде мама их кормит, но при этом щенки не набирают вес. Это, в принципе, видно сразу. Щенки могут пищать больше, у них там животики могут болеть. То есть всё это, в принципе, владелец замечает. Тогда в таких случаях дополнительно уже рекомендуется вот молоко давать уже. Я говорила, что с сучьим молоком обязательно надо прикармливать. Потому что, ну, если он не будет набирать вес, естественно, у него в последующем будут определённые проблемы. Конечно, да. Скажите, ну и что вы посоветуете тем телезрителям, которые вот в ожидании, скажем так, щенков? Я бы посоветовала не переживать. Спокойно. Не паниковать. Не паниковать, да. Всё это совершенно естественный, нормальный процесс. Ну, на всякий случай естественного, о чём мы говорили, что иметь, да, телефоны надёжного человека. Вот. И всё, конечно, почитать. Мы тоже читали соответствующую литературу. То есть познакомиться как и что. Вот. А так, в общем-то, ничего. Природа подскажет. Да, природа подскажет. Ну и, конечно, заранее знать, на что ты идёшь. Потому что очень много хлопот. Бессонные ночи. Бессонные ночи. Да. И стирка бесконечная, конечно. Так что всё это существует. Как с маленькими детишками. Да, как с детишками маленькими. Зато сколько радости. Да. Да. Это вы согласны. Спасибо вам большое. Спасибо за такую интересную беседу. Я думаю, что советы были очень полезными. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили нас к вам в студию. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И до новых встреч. Берегите себя и своих питомцев. Вот в конце программы все успокаиваются и уже укладываются. Потому что так обидно. А потому что же такие, ну давай, ну пойдём уже. Мы гуляем очень много, три раза в день, по часу. Питание тоже практически, ну больше, конечно, мы добавляли. Естественно, свежих фруктов. Питание, я думаю, это будет даже отдельный вопрос. Да, да. То есть гулять можно. Абсолютно. И нужно. И нужно. Динара, что вы дополните? Я абсолютно согласна с Галиной Константиновной в том, что собаке нужно двигаться. Естественно, чем она будет больше двигаться, тем лучше пройдут её роды. Основное заблуждение владельцев это в том, что они закрывают свою собаку в четырёх стенах. А это бедненькая, а это несчастненькая. Оберегает. Да, теперь тебе нельзя так гулять, и все вот дрессировки все прикрываются. Естественно, так делать абсолютно нельзя. То есть собака должна вести такой же активный образ жизни, как и раньше. Естественно, что там нежелательно, чтобы были какие-то беги с препятствиями. То есть особо сильная физическая нагрузка тоже нежелательно, чтобы производили животное. Вот. А так, в принципе, особых каких-то ограничений таких вот нет в прогулках. Хорошо. Тогда смотрим следующий вопрос. Он тоже касается прогулок. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Дело в том, что у нас есть собака. Мы её очень сильно любим, и честненько с ней выезжаем на природу. Особенно мы любим это делать по весне. Вот. Но существует одна небольшая проблема. Это клещ. И раньше, выезжая на природу, мы как-то пытались следить за нашей собачкой. Естественно, мы обрабатывали всякими химсредствами её. Ну, продавали специальные, насколько вы понимаете, насколько вы знаете. Вот. Следующий вопрос. Дело в том, что собака сейчас у нас беременная. Вот можно ли её, собственно говоря, обрабатывать этими средствами? Скажите, пожалуйста. Очень ждём вашего ответа. Спасибо. Что скажете? Нет, конечно, обрабатывать животное нужно, потому что, во-первых, блохи и клещи являются переносчиками многих страшных заболеваний. Вот. И для того, чтобы будущая мама не заразилась ими, и, естественно, не передались какие-то заболевания щенкам, и дай бог, чтобы все роды прошли, да, хорошо, и у нас были здоровые щеночки, естественно, животных нужно обрабатывать. Да. Лучше всего использовать спрей, вот, который можно использовать в дальнейшем для новорожденных щеночков. Вот. Название его, я не знаю, можно или нельзя, Frontline. Вот. Достаточно хорошее, эффективное средство. Наносится на животное в виде спрей, и, повторяюсь, обрабатывать можно в том числе новорожденных щенков. То есть, несмотря на то, что это химия, обрабатывать можно? Да, да. Не можно, а даже нужно. Галина Константиновна, а вы что скажете? Вы обрабатывали? Ну, конечно. Ну, у нас, к нашему, наверное, счастью, значит, нам не надо обрабатывать. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о домашних животных Зооакадемии, и я, ее ведущая, Елена Скрыпник. Сегодня мы с вами поговорим на очень деликатную и важную тему. Беременность и роды домашних собак. С большим удовольствием представляю гостей нашей студии. Это ветеринарный врач ветеринарного центра Купчина Динара Арефьева. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Очень рада вас видеть. И Галина Константиновна Ковалевская с прекрасной собакой. Галина Константиновна, представьте, пожалуйста, эту девочку. Здравствуйте. Тайга. Тайга, поднимись, моя девочка, ну, поздоровайся. Ну, не хочет, потом она, да, сядет. Это тайга, западно-сибирская лайка, ей три года, уже мамочка. Так, мамочка, хорошо. Скажите, сколько у нее было щенков? Щеночков было пять у нас было мальчиков, и одна была девочка. Такая же беленькая, красавица. Я представляю, сколько у вас в семье было радости с появлением щенков. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Вот случилась связка, да, с замечательным, красивым кобелем. И вот мы все в ожидании, да, и думаем, беременна, не беременна собака. Вот скажите, пожалуйста, как определить беременность? Вот как вы определились? Вы знаете, действительно были, в общем-то, такие у нас сомнения даже были. Вот, во всяком случае, в первые две недели никаких абсолютно признаков. Тот же аппетит, то же поведение, все совершенно обычное. Вот. И мы, в общем-то, ну совершенно действительно не знали, есть или нет. Случилось или не случилось. Или не случилось, да. Вот. И только уже где-то после трех недель, вот так, после этого, значит, это произошло 30 ноября, 30 ноября. И вот через три недельки, значит, у нее немножко в сторону, так вот в бока она начала расширяться, расширяться так слегка. Вот. Я в это время как раз была в Москве, и все время звоню мужу, я говорю, ну как, она беременна? Не знаю, говорит. Бог ее знает, говорит, беременна, не беременна. И вот у нас это все время вот как-то так было. Но когда я приехала из Москвы, это было конец. Одна сложность, это то, что некоторые собаки не могут забеременеть, да. Перед вязкой тогда уже проводится несколько тестов, там берут и тесты на овуляцию. Когда несколько раз там пытаются оплодотворить самку, и в результате потомства нет, то, естественно, уже начинает, владелец начинает думать, да, и что для этого нужно сделать. Там берутся мазки из лагалища, тесты на овуляцию, дается кровь на гормоны, там куча всяких исследований. Ну, то есть, в принципе, точно так же, как и у человека. Вот. И сейчас, в последнее время, так как у нас очень много стало животных, очень много популярных пород, естественно, очень много стало заводчиков, то, естественно, и в том числе и скрытые инфекции очень часто растут. И сейчас у животных. Вот так происходит. Ну, вот Айга у нас это, все это у нее прошло мимо нее, слава богу, так что вот так вот. Скажите, пожалуйста, вот сколько длится беременность? Беременность в среднем длится где-то 56-64 дня. То есть нельзя точно сказать, что там все, 60 дней собака у вас родит, потому что все бывают по-разному. В среднем это, конечно, 56-59-60 дней, но некоторые собаки даже до 68 ходят. Все очень индивидуально. Да. Итак, мы удостоверились, что наша собачка беременна, что впереди нас ждет много радости. Но вместе с этим возникает много вопросов. И один из них предлагаю нам сейчас посмотреть. С собакой я провожу очень много времени. Мы ее дрессировали, гуляли с ней. А вот теперь она беременна, и хотелось бы задать вопрос. Какой рацион для нее теперь, и как с ней теперь выгуливать? Часто, не часто? Может быть, уже стоит ограничить какие-то выгулы? Может быть, и наоборот дальше ей воздухом дать подышать? Так что вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос. Вот такой вопрос, отвечайте. Держать собаку дома или все-таки выгуливать? Вопрос очень легкий и очень элементарно. Ну, естественно, собаку нужно гулять, и много надо гулять. Чем больше, тем лучше. Потому что ей совершенно это не тяжело. Она гуляла до самого последнего момента. То есть буквально, ну, только вот уже день, вот когда у нее были, произошли роды, вот тут вот немножко уже начался такой сбой какой-то. То есть она часто очень стала проситься на улицу, верно, уже давила ее туда. Верный признак, да? Верный признак, да, да. Верный признак, да, да. Верный признак, да, да. Вот. А так до этого совершенно как обычная здоровая собака мыснетывать, потому что у нас вообще у Лаек всегда зимой роды происходят. И вся эта беременность и роды все зимой. Клещей нет. Вот. А когда мы поедем вот в деревню, то, естественно, мы ее будем обрабатывать обязательно. Это само собой. То есть можно успокоить телезрителей и сказать, что все в порядке, обрабатывайте смело. Обрабатывать стоит. Единственное, что надо смотреть, чтобы не было противопоказаний. Беременная и корняющая суха. Читать инструкцию. Да, читать, как всегда, инструкцию. Конечно. Хорошо. Ну и следующий вопрос. Питание. Ведь в период беременности, скорее всего, нужны дополнительные минералы, витамины. Вот расскажите поподробнее, пожалуйста. Как вы кормили тайгу? Ну, во-первых, благодаря постоянному контакту с нашим любимым, уважаемым врачом, вот, естественно, мы много очень витаминов дополнительных давали, свежих в основном. Там и зелень в суп там крошили. То есть вы не специализированным кормом кормите? Нет. У нас, я приверженец, да, обычного нормального питания. Вот, мясо, рыба, вот, так сказать, яйцо там добавляли иногда. Да, да, вот, и побольше зелени. Она и морковку у нас сырое ест, и капусту сырое ест, и яблоко сырое ест. Съядная собака. Всё, абсолютно. Охотник, это же настоящая охота. Когда я ей крашу что-то в суп, у меня всё там летит так под стул понемножку, вот, и поэтому... А и творог, конечно, творог, естественно, обязательно, вот, молоко, творог, чтобы кальций всё это было. Скажите, но это ведь требует столько сил кормить натуральным питанием? А как же? Ну, когда ты берёшь животное, уже заранее ты знаешь, готовишься к тому, что ты будешь отдавать ему время, силы свои. Вот, это естественно. Вот, поэтому мы к этому были готовы, и на беременность мы шли осознанно. Вот, так и хотели. Временность была запланирована. Динарочка, вы скажите, если телезрители кормят специализированным кормом, нужно им подкармливать как-то ещё дополнительно свою собаку? Ну, во-первых, Галина Константиновна умолчала о тот момент, что они давали витамины минеральной подкормки. Именно в необходимых дозировках, именно для беременных собак. Это во-первых. Те, кто кормит собаку кормами, естественно, желательно перейти на корм для щенков. То есть, допустим, если мы берём собаку мелкой породы, да, вернёмся к нашим любимым юркширским интерьерам. Допустим, это собака мелкой породы. Значит, перейти на корм именно для щенков мелких пород. Что касаемо там средних, естественно, для щенков средних пород, и так далее идёт. Вот декабря, я, конечно, её увидела, я говорю, слушай, ну никаких сомнений. Это безусловно. Там уже срок, конечно, был. Это уже был почти месяц, почти. Но, тем не менее, мы всё равно как-то вот всё колебались. Вот, и мы сделали рентген, вот, и, конечно, на рентгене у нас, правда, там, пять у нас получилось только малышей, а радиоз шесть. Девочку не увидели, наверное. Да, наверное, маленькая, она достаточно маленькая где-то спряталась. Вот, так что последняя неделя только вот уже так реально. Аппетит всё равно был очень средний. Всё время обычный такой аппетит. Смело непонятно? Первой недели непонятно? Вообще непонятно. Первой недели совершенно непонятно было. Вот, то есть только практически, вот я говорю, под самый конец. Динара, вот тогда к вам вопрос. Какие существуют методы диагностики беременности? Значит, одни из самых таких вот, ну, передовых технологий, это, конечно же, УЗИ, диагностика. Но, к сожалению, вся диагностика, она проводится уже, когда подходит вторая половина беременности. То есть это спустя три недели. Вот. Ну, тут уже, в принципе, владельцы сами обращают внимание на то, что, во-первых, собака начинает, у неё повышенный аппетит. Но тайга у нас исключение, конечно же, из правил. Повышается чаще всего аппетит. Иногда бывают маленькие собачки страдают токсикозом беременных. То есть они, наоборот, могут отказываться от еды. Вялые, апатичные. Ну, это там, в принципе, по йорокширским интерьерам обычно сразу говорят, что там, ага, беременная. Вот. Это, естественно, УЗИ, диагностика, её начинают проводить где-то с 25-го дня уже, после первой вязки. Вот. Также на более последних сроках, то есть это, допустим, где-то, ну, недель, может быть, 5, вот так, 5 недель уже можно сделать рентген. И там уже на рентгене можно практически точно сказать количество щенков. Но ни одна диагностика не даст точного количества, ну, никогда не скажет, сколько щенков будет точно. Ни УЗИ, ни рентген. Так как у собаки они являются многоплодными животными, то есть у них сразу, если рождается ни один, ни два, да, а чаще всего это начиная от минимум 3 и заканчивая у некоторых даже 8 щенков бывает. То есть, естественно, они там друг за дружку могут спрятаться, и поэтому можно не увидеть. То есть мы в итоге, когда уже будем принимать щенков, вот тогда мы увидим, сколько щенков на самом деле. Тем более определить полщенка там на УЗИ или на рентгене, естественно, тоже, естественно, нельзя. Вот. Допустим, перед вязкой существует, ну, опять же, бывают основные...